так друзья коллеги всех приветствую прошло немногим более месяца и еще одна новинка скажем так горячая новинка фирмы уэм юни модулс это немецкий средний танк т4 модификации аж вот ну и на обороте коробки опять же это тоже вот эта модель по моему вышла у них уже давно из новинок тут по моему вот этот штук 3 присутствует из новинок вот эта модель и по моему четверка по вот эти три модели это с осени по вот по зиму 2020 2021 год а вот это кажется выходило уже давно ну ладно не будем об этом так значит давайте сперва посмотрим на паспорт значит бумага бумага тут хорошая милованная на четыре оборота как из предыдущей четверку которую мы разглядывали чуть больше месяца назад так очень интересно давайте по порядку значит давайте знаете что будем делать параллельно будем распаковывать его и рассматривать пока я на паузу поставлю так ну вроде бы распаковали первое что у нас здесь плата с фото отравлением так называемые фото и джет парс значит вот эта штука мне сразу же понравилось это бортовые экраны далее у нас идет всякий всякий инвентарь черно какая-то пятнистая вся аля пистая ну ладно знатокам тем кто умеет работать с фото отравлением большого труда не составит так решетки над моторные да значит у нас здесь очень много эмблем ладно это потом рассмотрим друзья значит первый летник это у нас хаут это вот очень интересно что это такое это видимо для того чтобы делать экраны гнул к для экранов да как трафарет да это трафарет видимо скорее всего так есть два варианта крыши два варианта маски орудия также здесь у нас бортовые люки такие какие должны быть на этой модификации и даже на модификации попозже два варианта орудия все по два так ну ходовая часть гусеницы катки тележки все все точно так же как и на той модели даже облой присутствует на ведущих колесах на ведущих колесах извиняюсь да точно там же и где был на предыдущей четверки далее начать забашенный контейнер днище кормовая плита скорее всего лобовая плита крылья борта шанец вот здесь шанец мне кстати больше нравится на предыдущей четверки весь шанец был с облоем жалко у меня сейчас ее нет на уехала в другой город ну да ладно и теперь что у нас здесь вот интересно то что я сразу же заметил на что обратил внимание до выхлопные трубы значит также у нас присутствует две лобовые плиты вот эти вот на ка на корпусе до соответственно сам корпус боковины люки мехвода и стрелка радиста теперь давайте посмотрим значит но стандарт до собирается сперва катки тележки с катками потом кормовая плита и тут вот тут очень интересный момент на либо мы собираем вариант одной четверки либо собираем вариант другой четверки где можно собрать то есть два варианта чуть четверок с разными глушителями дальше здесь кстати вот она плата фототравления да и видно очень как прям тут можно запутаться я не знаю я когда как скоро буду собирать эту модель ну явно не в ближайшие несколько месяцев то есть эта модель она она не для меня я не 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 себе ее заказывал дальше мы плавно перешли к сборке ходовой части потом получается клеем весь шанец на крылья далее переходим к сборке ходовой части уже за уже заканчиваем да это мы гусеницы надеваем траки да и вот пошел процесс это у нас на башню да это у нас дополнительная броня на башне потом у нас получается одеваем над моторные сетки здесь тоже на этой части очень много фототравленных деталей вот то о чем я говорил трафарет для этих для дополнительной брони которая была на башне очень классный ход очень интересная и я не знаю как он будет в сборке вот но мы немного отвлеклись перепрыгнули значит здесь у нас башня собирается полностью вся целиком на следующей странице у нас вот такой рисунок присутствует тоже башню заканчиваем собирать фиксируем ее на корпусе вот эта деталь которую фирмы завезда данная из пластика здесь она из фототравления ну и здесь тоже мы видим уже все вот бортовые дополнительные экраны башня само собой корпусу не приклеивается и пошел процесс маркировки значит здесь мы видим танковые 16 танковая дивизия 2 танковый полк италия сентябрь 43 1 танковая дивизия с с лип штандарт адольф гитлер восточный фронт сорок третий год 26 танковая дивизия 26 танковый полк италия июль 44 до х интересно значит получается что ни одного варианта с двумя вот этими глушителями здесь я что-то не увидел на маркировке но раз они там присутствуют значит скорее всего что будет еще одна видимо вторая модификация с с экранами и вторая ли будет может их вообще там как у меня рта не там 3-4 модификации сделают в том числе и болгарскую ну ладно танковая учебная дивизия 130 танковый полк франция июнь сорок четвертого года 3 танковая дивизия 6 танковый полк восточный фронт август сорок четвертого и 4 танковая дивизия 35 танковый полк восточный фронт июль сорок четвертого года в общем вот такой вот момент теперь секунду значит я дособирал недавно четверку от звезды она в бежевом цвете да вот я ее еще не красил пока не знаю когда буду красить собираюсь в этом году вот и можно просто даже вот посмотреть сейчас так сказать просто попытаться сравнить как канал у нас а вы знаете масштаб ну это так не скажешь конечно но плюс минус там каких-то полмиллиметра если они конечно есть но так вообще очень даже похоже сейчас еще в башню попробую сравнить но башню тоже от звезды но видите звезда вот в чем-то завезда выигрывает да в чем-то блин миниард конечно иногда усложняет так эти свои модели но и меня от извиняюсь у м так усложняют иногда вот но от звезды модель мне понравилось честно говоря да пусть они она будет без фото отравления ладно закроем на это глаза но и хею собрал буквально за пару вечеров да так что в принципе в общем но наверняка эта модель тоже найдет своего поклонника своего покупателя вот детали здесь более чем много поэтому ладно я не буду вас больше уважаемые зрители утомлять всем всех благ всем удачных хороших построек вот так что рад был с вами пообщаться рад что вы досмотрели этот ролик до конца до свидания вот так что